Хайетт без колебаний принимает предложение руки и сердца Али. Однако счастье пары длится недолго. Беременность Пынар от Али меняет все. Хайетт даже больше не хочет видеть Али. Выходя из дома, Али намеренно сбивает машина. Прежде чем боль жизни утихла, добавилась новая. Хандан передает свои акции Эсимин и Хайетту. Сейчас Хайетт является партнером компании и обладателем огромного наследства. Получив эту хорошую новость, Хайетт испытывает огромную радость, когда получает предложение руки и сердца от Али. Однако это счастье остается на своем пути, потому что она беременна от Пынара Али. Хандан испытывает сильное потрясение, когда узнает, что ее обманул Бекир. Узнавание Едигаром об этой ситуации означает смерть Хевеш. Хевес и Бекир, создавшие идеальный план убийства, устраивают всем большой кошмар. Однако перед отъездом Хандан составил план. Это изменит жизнь Хайетта и жизнь каждого человека. Если ОКК Еша, стрелявший в Елмаза, будет казнен, его посадят в тюрьму на 10 лет. Хайетт встречается с Елмазом, чтобы спасти своего отца. В случае его смерти Елмаз пожертвует все свое имущество Хайету, спасшему ему жизнь. Узнав об этом, Шахести снова приводит Хакки в действие, чтобы избавиться от Хайета. При поддержке Хандана ОКК Еша и его семья решают бежать за границу. Однако Елмаз, позаботившийся о своей работе, дал Едигару необходимые указания. Принимая предложение руки и сердца, Хайетт не думает, что Елмаз разведется с женой. Несмотря на то, что Хайетт любит Али, Елмаз – это не шутка. Шахести соглашается на развод и обращается с небольшой просьбой. Перед разводом молодые люди соберутся за ужином, чтобы пожениться. Воспользовавшись приглашением, ОКК Еша приходит на ужин с пистолетом. Напряженность между Елмазом и ОКК Еша Ем, которые хотят раскрыть тайны, перевернет жизнь всех за столом с ног на голову. Хайетт, приехавшая в Стамбул вместе со своим отцом ОКК Еша Ем ради своей мечты, участвует в конкурсе моды холдинга Харисоглу. Владелец холдинга Елмаз оказывается в кругу мести, когда появляется старый враг его отца. Неожиданное предложение руки и сердца Елмаза, желающего иметь большую семью, произведет на всех эффект разорвавшейся бомбы. Если ОКК Еша, стрелявший в Елмаза, будет казнен, его посадят в тюрьму на 10 лет. Хайетт встречается с Елмазом, чтобы спасти своего отца. В случае его смерти Елмаз пожертвует все свое имущество Хайету, спасшему ему жизнь. Узнав об этом, Шахести снова приводит Хакки в действие, чтобы избавиться от Хайета. При поддержке Хандана ОКК Еша и его семья решают бежать за границу. Однако Елмаз, позаботившийся о своей работе, дал Едигару необходимые указания. Принимая предложение руки и сердца, Хайетт не думает, что Елмаз разведется с женой. Несмотря на то, что Хайетт любит Али, Елмаз – это не шутка. Шахести соглашается на развод и обращается с небольшой просьбой. Перед разводом молодые люди соберутся за ужином, чтобы пожениться. Воспользовавшись приглашением, ОКК Еша приходит на ужин с пистолетом. Напряженность между Елмазом и ОКК Ешаем, которые хотят раскрыть тайны, перевернет жизнь всех за столом с ног на голову. Хайетт, приехавшая в Стамбул вместе со своим отцом ОКК Ешаем ради своей мечты, участвует в конкурсе моды холдинга Харисоглу. Владелец холдинга Елмаз оказывается в кругу мести, когда появляется старый враг его отца. Неожиданное предложение руки и сердца Елмаза, желающего иметь большую семью, произведет на всех эффект разорвавшейся бомбы. Если ОКК Еша, стрелявший в Елмаза, будет казнен, его посадят в тюрьму на 10 лет. Хайетт встречается с Елмазом, чтобы спасти своего отца. В случае его смерти Елмаз пожертвует все свое имущество Хайету, спасшему ему жизнь. Узнав об этом, Шахести снова приводит Хакки в действие, чтобы избавиться от Хайета. При поддержке Хандана ОКК Еша и его семья решают бежать за границу. Однако Елмаз, позаботившийся о своей работе, дал Едигару необходимые указания. Принимая предложение руки и сердца, Хайетт не думает, что Елмаз разведется с женой. Несмотря на то, что Хайетт любит Али, Елмаз – это не шутка. Шахести соглашается на развод и обращается с небольшой просьбой. Перед разводом молодые люди соберутся за ужином, чтобы пожениться. Воспользовавшись приглашением, ОКК Еша приходит на ужин с пистолетом. Напряженность между Елмазом и ОКК Еша и Ем, которые хотят раскрыть тайны, перевернет жизнь всех за столом с ног на голову. Хайетт, приехавшая в Стамбул вместе со своим отцом ОКК Еша и Ем ради своей мечты, участвует в конкурсе моды холдинга Харисоблу. Владелец холдинга Елмаз оказывается в кругу мести, когда появляется старый враг его отца. Неожиданное предложение руки и сердца Елмаза, желающего иметь большую семью, произведет на всех эффект разорвавшейся бомбы. Если ОКК Еша, стрелявший в Елмаза, будет казнен, его посадят в тюрьму на 10 лет. Хайетт встречается с Елмазом, чтобы спасти своего отца. В случае его смерти Елмаз пожертвует все свое имущество Хайету, спасшему ему жизнь. Узнав об этом, Шахести снова приводит Хакки в действие, чтобы избавиться от Хайета. При поддержке Хандана ОКК Еша и его семья решают бежать за границу. Однако Елмаз, позаботившийся о своей работе, дал Едигару необходимые указания. Принимая предложение руки и сердца, Хайетт не думает, что Елмаз разведется с женой. Несмотря на то, что Хайетт любит Али, Елмаз – это не шутка. Шахести соглашается на развод и обращается с небольшой просьбой. Перед разводом молодые люди соберутся за ужином, чтобы пожениться. Воспользовавшись приглашением, ОКК Еша приходит на ужин с пистолетом. Напряженность между Елмазом и ОКК Еша ЕМ, которые хотят раскрыть тайны, перевернет жизнь всех за столом с ног на голову. Хайетт, приехавшая в Стамбул вместе со своим отцом ОКК Еша ЕМ ради своей мечты, участвует в конкурсе моды холдинга Харисоглу. Владелец холдинга Елмаз оказывается в кругу мести, когда появляется старый враг его отца. Неожиданное предложение руки и сердца Елмаза, желающего иметь большую семью, произведет на всех эффект разорвавшейся бомбы. Если ОКК Еша, стрелявший в Елмаза, будет казнен, его посадят в тюрьму на 10 лет. Хайетт встречается с Елмазом, чтобы спасти своего отца. В случае его смерти Елмаз пожертвует все свое имущество Хайету, спасшему ему жизнь. Узнав об этом, Шахести снова приводит Хакки в действие, чтобы избавиться от Хайета. При поддержке Хандана ОКК Еша и его семья решают бежать за границу. Однако Елмаз, позаботившийся о своей работе, дал Едигару необходимые указания. Принимая предложение руки и сердца, Хайетт не думает, что Елмаз разведется с женой. Несмотря на то, что Хайетт любит Али, Елмаз – это не шутка. Шахести соглашается на развод и обращается с небольшой просьбой. Перед разводом молодые люди соберутся за ужином, чтобы пожениться. Воспользовавшись приглашением, ОКК Еша приходит на ужин с пистолетом. Напряженность между Елмазом и ОКК Еша ЕМ, которые хотят раскрыть тайны, перевернет жизнь всех за столом с ног на голову. Хайетт, приехавшая в Стамбул вместе со своим отцом ОКК Еша ЕМ ради своей мечты, участвует в конкурсе моды холдинга Харисоглу. Владелец холдинга Елмаз оказывается в кругу месте, когда появляется старый враг его отца.